На крупном предприятии Хуфы внезапно начались опросы. Мне вот, допустим, вчера один из работников в Башниусе присылал онлайн-опросник. Ну, как обычно, корпоративный опросник. Довольны ли вы условиями труда? Довольны ли вы там корпоративные программы лояльности, социальными льготами и так далее? Но в конце четыре последних вопроса были очень удивительные, очень интересные. Но я вам приведу пример, допустим, что спрашивают людей на предприятиях. Если действующий президент Владимир Путин не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году, то какие эмоции это у вас вызовет? И дается несколько вариантов ответа. Радость, надежда, облегчение, удивление, безразличие, разочарование, сожаление, тревога. Также людей интересуются, как они пойдут голосовать ногами или через госуслуги. Также их спрашивают, изменилось ли отношение к решениям действующей власти за последний год. Три варианта ответа. Скорее ухудшилось, скорее улучшилось и не изменилось. И так далее. Для чего это нужно? Для чего внезапно глубинного населения у работников спрашивают отношения к действующему президенту? Или все-таки условный господин Сечин хочет положить на стол главнокомандующему альтернативные результаты опроса, социологию, альтернативную, ту, чем делает ФСО, чтобы что-то показать или подъявить? Все-таки у него респондентов, вон, Роснефть, это десятки тысяч людей. Во-первых, это проходит не только в вашей нефти, Роснефти. А если что, где-то? Конечно, да. Во-вторых, эти опросы проводились всегда, регулярно. Там, конечно, менялись вопросы, менялась актуальность, ну, в зависимости от обстоятельств и так далее. Сейчас, конечно, вот мало кто обращает на это внимание, я сейчас отчаянно иронизирую, но до выборов президента у нас осталось семь с половиной месяцев. То есть это до... Я думаю, в декабре должен объявить важного, глобального, грандиозного события в жизни страны. Напоминаю, что теперь у нас президент избирается на шесть лет. Соответственно, по новому законодательству, которое вот как-то вот так подправилось в последнее время. То есть на шесть лет страна изберет себе президента. Это же большое, огромное значение для большой страны 146-миллионной и так далее. Об этом никакой речи не идет. Идут вот эти опросы. Как ни странно, я всегда об этом говорил. Власти очень интересуются настроением населения, вот этим вот внутренним настроением. Но имеется в виду именно отношением. То есть непосредственно в данном случае отношением к Путину. То есть все вопросы, которые вы перечислили, они исключительно сконцентрированы вокруг фигуры Владимира Путина. То есть как вы относитесь к нему, изменилось ли ваше отношение, там прочее, прочее. То есть насколько я понял. Соответственно, их, конечно, очень это интересует. Трудно сказать, то есть инициатива ли это, там, скажем, менеджмента Башнефти, Роснефти. Либо это, ну, какая-то общая концепция. И может быть это все организовано, там, какими-нибудь Сергеем Владиленовичем Кириенко, например. Ну, то есть и это вовсе не в одном предприятии производится. Но они, конечно, сейчас измеряют температуру по больнице. Потому что одно дело, ну, истерично кричать о единении народа, значит, на, так сказать, на фоне, значит, того, когда на подступах к Москве стоял, там, значит, Вагнер. И тут, значит, сначала Владимир Владимирович подорвался куда-то там на самолете, потом вернулся и стал всех убеждать, что все объединились вокруг него. Это одно. Говорить это одно. А понимать реальную картину, как относится население к власти, это совсем другое. И я повторюсь, что стремление российских властей знать, как на самом деле к ним относится население, ну, было всегда это стремление. Всегда проводились эти опросы. Так что, ну, я бы не удивился, если бы их начали проводить и раньше. Так что, повторюсь, до выборов президента осталось семь с чем-то месяцев. А как можно замерять температуру по больнице, если, в принципе, пациенты немножко не те, не… Вы думаете, вот работяги на нефтезаводе будут по-честному отвечать на свои отношения? Ведь все боятся, все понимают, все социологи-то не очень-то доверяют. Как здесь можно рассчитывать на достоверную температуру? Ну, а какие еще могут быть у них инструменты? То есть, так как у них вообще нет других вариантов это узнать. То есть, есть интересный казус, да? То есть, если вы подходите на улице, там, с микрофоном, с камерой или, там, с блокнотом, или с полицейским подходите на улице к человеку и опрашиваете его, там, любит ли он родину Путина, флаг, там, или еще что-нибудь, ну, все говорят, конечно, да. Ну, потому что за спиной опрашиваемого стоит полицейский и, значит, это… И хидно улыбается. Ну, это я уж утрирую. То есть, картинка, то есть, когда человека очно опрашивают, особенно в условиях, когда, ну, каждый день в новостях рассказывают, как, значит, каким образом, там, карают и пресекают действия инакомыслящих, там, и прочее, прочее, да? Ну, то есть, конечно, автоматически человек говорит, да-да-да, конечно, я за Путина. Да-да, что вы? Где расписаться? Ну, то есть, то же самое касается телефонных опросов. Вот считается, что самые недостоверные – это телефонные опросы, потому что человек инстинктивно понимает, что если ему позвонили, то знают, что кто он и где он и так далее, да, то есть, это уже не анонимный опрос. Единственный выход – получить хоть сколько-нибудь достоверную картину – это анонимные опросы. Но тут, конечно, тоже, ну, так сказать, качество этих опросов, оно тоже по природе своей очень, ну, недостоверное. То есть, власти пытаются хоть как-нибудь получить эти данные. Это первое. А второе, ну, совершенно характерно, что они, ну, условно говоря, если они начали, то начали с Башнефти, да? То есть, с подконтрольных организаций. И самая большая аудитория. Да, есть такой чудесный анекдот, что из тысячи опрошенных, довольны ли они Путиным, тысячи ответили «да». Но есть нюанс – опрос проводился у входа в здание «Газпрома». Ну, то есть, репрезентативность выборки, она очень важна. Если они поедут в какие-нибудь депрессивные регионы, там, в какой-нибудь Горноалтайск или еще куда-нибудь там и прочее, и там проведут опросы. Причем опросы не такие, что, там, любите ли вы Путина, а, например, довольны ли своей жизнью, довольны ли вы уровнем жизни, то есть, хорошо ли вам живется и прочее. Да, потому что это связанные вещи. Путин у власти 23 года, и все, что с нами происходит, хорошее, плохое, любое, безусловно, связано с ним. Я имею в виду в стране.